Вчера они решали вопросы государственной важности, принимали законы, проводили большие совещания. Сегодня стреляют друг в друга. Кубок Казанского Кремля по пейнтболу открыл бой между командами аппарата президента и госсовета. Бились, бились. Игра есть игра. Кто-то есть выигрыш, а тот проигравший. Поэтому будем играть дальше. На самом деле тут нет такого, чтобы друг друга обязательно выиграть. Просто ради удовольствия, чтобы познакомиться с коллегами из других ведомств. На самом деле очень интересно. Но знакомиться и общаться во время самого боя просто некогда. Отлегся на секунду шарик в голову. Ну а эта зона среди спортсменов считается самой популярной, потому что именно здесь они производят перезарядку. И надо сказать, что на бой одного магазина им не хватает. И это при том, что он вмещает в себя 200 шариков. Здесь находится баллон, заправленный сжатым воздухом. На баллоне стоит специальный понижающий редуктор, который выдает воздух одинаковыми порциями. Это маркер. Так спортсмены называют оружие в пейнтболе. Он отправляет шарик в цель с такой силой, что при попадании остаются синяки. Для участников это почти боевые действия. Адреналин на уровне. Ну, естественно, чувствуешь себя в действительных боевых действиях. Хотя понимаешь, что ранение не смертельно. Но тем не менее страшновато. Победитель этой игры – команда аппарата президента. Обладателя кубка назовут хуже завтра. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин